По завершению матча, Ромя поступил. Баги, здорово. Дальше здорово. Отлично, все. Сейчас все записываю. Папа, хорошо. Мы на стенде «Союз-ТМ», и сейчас немножко поговорим о спортивном оружии, о новинках компании и о том, что вообще происходит у нас на рынке со спортивным и тактическим оружием. Нашим флагманом был пистолет Ефимова, но все понимают, что в нашей стране рынок короткоствольного оружия, он мертвый. А пистолет Ефимова не взлетел? На него одно время был хороший спрос, но даже спортсмены, которые хотят его иметь, не могут в связи с отсутствием мест в тирах. Мало где видел, что мы занимались именно дефектацией, сдачей старых пистолетов на утилизацию, и у вас движением, обновлением оружейного парка, так скажем. И в связи с этим, вроде, очень много изделий сломанных, ненужных, но места не занимают, никто этим не занимается. Поэтому любой отечественный пистолет на сегодняшний, спортивный, хороший, будет стоить хороших денег. Вроде AR-15, вроде обычная, вроде все просто. Но она в 5.45, и не просто в 5.45, а теперь она еще и с родным магазином СТН. То есть, что нам нужно сделать, чтобы AR-15 нормально заработала? Рабочий магазин, а для этого нужно либо пилить магазин от Калаша, которых не так сейчас, на самом деле, много, как кажется, и цены на них довольно высокие, либо нужно что-то придумывать самим. Вот СТМ попытались сначала что-то пилить из обычных стандартных калашовских магазинов, сказали, что это очень дорого и трудоемко, и перешли на собственное литье. Сейчас уже их AR-ки в 5.45 идут со своими вот такими вот красивыми магазинами. Магазин, по ощущениям, приятный шероховатый пластик и язычок, как на Калаше, а обычная арочная кнопка, но при этом магазин, который хорошо работает с 5.45. Вот если взять платформу AR-15, с включением рукоятки и приклада, все остальное, все полностью наше производство. Ну и магазин, ну магазины тоже скоро будут свои. Прошли, на самом деле, очень длинный путь, потому что магазин – это одна из сложнейших частей любого оружия. Почему самый надежный магазин в калибре 5.45 имеет такую дугообразную форму, как магазин автомата Калашникова? Потому что, ну это из-за геометрических размеров самого патрона 5.45. И сделать такую ровную подачу, как на 223, да, там магазин, на самом деле, намного проще, чем магазин 5.45 по своим геометрическим размерам в плане надежной, бесперебойной подачи боеприпаса. Сначала пошли путем закупки магазинов АК, доработки их под шахту AR-15, то есть удаление этого зуба, выравнивание верхних губок и фрезеровки отверстия под фиксаторы крепления магазина. Заказали несколько, отработали пресс-форм, наконец-то отлили хороший правильный магазин, запустили в серию, и вот уже первая партия в тысячу магазинов у нас есть. Запустили разработку уже, заказаны пресс-формы под магазины 223 и 308. Считаю, что в 2024 году все магазины мы будем уже делать самостоятельно, вплоть до блока. Вообще AR-5 в пятерке много продаются? На сегодняшний день самый продаваемый карабин это 5.45 и 308. STM-9 теперь у нас с новым дульным тормозом. Отличается он тем, что стал короче, теперь двухкамерный, изначально они были трехкамерные. Заявляю, что работают очень эффективно, но и по словам стрелков, которые их используют, тоже нареканий к ним никаких нет, и говорят, что по эффективности они не уступили никоим образом. Сами же производители говорят, что последняя камера по факту почти уже не работала. И сократив количество камер до двух, и немного изменив геометрию, добились той же полностью эффективности, что было и с тремя камерами. Соревновательная арка в девятке стоит 350 тысяч. Базовая стоит 300. На тренировках реально два самых жарких спора. Это ВАК против Тойоты и STM против Custom Guns. А Custom Guns, ну, они сделали уже вроде неплохую девятку. 223-й карабин, насколько я знаю. Какие-то заказы по цветовым схемам были? Да. И в Москве. Joker. Карабин в девятке как раз. Joker. История фильма, весь сценарий фильма нанесен на карабине. Все выражения, сам Joker, надписи, которые были на заборах. То есть специалист смотрел два раза фильм перед тем, как покрасить карабин. Нефтяная база в Ираке полностью со спутникового снимка была для сотрудника «Газпрома» делали. Камуфляж с девушками. Новый пистолет Ефимова «Пегас». Генерация, так скажем, пистолета Ефимова «Глока» и «Чезета». Ну, пистолет интересный, очень достойный. Уже у него на стрел порядка, наверное, 30-40 тысяч. Все отлично работает. Пистолет Евгения Борисовича испытывает. Это пистолет не на коммерцию, так скажем. Это мы понимаем прекрасно. По эргономике он мне напоминает чем-то «Чезет» по рукоятке. В мою маленькую руку ложится рукоятка просто шикарно. Внутри он больше напоминает «Глок», но в целом конструкция довольно самобытна. Обещает повышенный ресурс за счет того, что нагруженное место рамки, место остановки ствола, здесь является штифтом и заменяемое. То есть при износе мы получим не разрушенную рамку, а разрушенный штифт, который поменяем и будем продолжать стрелять дальше. Ударниковая система. Курка здесь нет как такового. Спуск очень длинный и невнятный. Срабатывает где-то в конце. Сейчас это прототип в единственном экземпляре, но прототип уже стреляющий. Используют «Чезетовские» магазины стандартные. Прицельные «Глоковские». Возвратная пружина «Глоковская». Пробная партия этих пистолетов будет уже, наверное, к концу этого года, может быть, в начале следующего. Даже вчера на оружейном форуме первыми сказали, что все хотят, и правительство, и Минпромторг, и Росгвардия, наращивать культуру обращения с оружием, что в свое время СМИ сделало человека с оружием опасного человека, ненормального и так далее. Сейчас вот Калашников там запустил новый девиз, что человек с оружием – это безопасный человек. Конечно, много глупостей пишут, не думая. И приходят с этим всегда бороться, выкручиваться, что-то придумывать, дорабатывать, что все соответствовало закону об оружии, криминалистическим требованиям, ГОСТу. Это все, конечно, непросто. Поэтому любого произведителя мы уважаем. Мы за здоровую конкуренцию. И потому что уже пройдя такой путь немаленький, мы прекрасно это понимаем. Скажи, пожалуйста, что ждешь от 2024 года? От 2024 года жду новинок. Будут магазины «Союз ТМ» 223-308. Это точно. Ну и ждем мира в 2024 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!